Доброе время! Здравствуйте! С вами Коуч Ильдар Зинуров. В мой сайт zinurov.ru поговорим о том, как быстрее достигать целей, как успевать больше, даже если ты привык все делать медленно или совсем-совсем медленно. Для начала у меня к вам вопрос. Представьте, что вы имеете возможность выспаться, и вам предлагают, либо ты, уважаемый товарищ, ну или замечательная девушка, спишь 6 часов, ну так что ты ложишься спать в 12, и тебя будет в 6 утра, или тебе дают поспать 12 часов, в 2 раза больше, но при этом каждый час тебя будут будить. Какой вариант вы выберете? Как вы считаете, как вы быстрее и лучше выспитесь? Если вы будете спать 12 часов, ну так что каждый час вас будут будить, или если вы будете спать 6 часов, ну так что вот от звонка до звонка, от заката до рассвета, так что никто вас будить не будет. Что вы выберете? Спать поменьше, но без перерывов, или спать побольше, но с перерывами? 6 часов, 6 часов, 6 часов. Пишите, пожалуйста, 6 часов или 12 часов, а то вы пишите первый или второй вариант, и я не всем успел понять, какой вариант вы имеете в виду. Те, кто смотрит записи, подумайте тоже, что вам более предпочтительнее спать 12 часов, когда вас скажут, сейчас будет, или спать 6 часов, но так что вы никем не будете потревожены, побеспокоены. 6, 6, 6, 6, 6, без перерыва 12, да, без перерыва 12, это, конечно, классно, но вот выбор либо 6 без перерыва, либо 12 с перерывом, совершенно верно. Как вы все... Ух ты, Господи, гадость какая. Имеете опыт сна, вы понимаете, что спать без перерыва лучше. Почему? Потому что физиологически у человека есть несколько стадий сна, быстрый сон, медленный сон. И для того, чтобы выспаться, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, нам важно проспать все эти стадии одну за другой. Если вдруг вас будет, если вдруг вас прерывают, то после того, как вы ложитесь спать заново, то все эти стадии надо проспать опять с самого начала одну за другой. Поэтому если вас будут прерывать, вы не выспитесь и будете весьма злым, раздражительным и не отдохнувшим. Если вы что-то делаете, то вы сделаете это гораздо быстрее, если не будете отвлекаться, если не будете прерываться, если вас никто не будет отвлекать, и если вас никто не будет прерывать. Сейчас я провожу марафон личных достижений 7, вписываться сюда уже поздно, кто не вписался, то добро пожаловать в декабре 2016 года в марафон личных достижений 8. Но прямо сейчас я хочу поделиться с вами одной из очень важных вещей, которые могут вам помочь стать эффективнее прямо сейчас. Существует огромное количество различных техник, ухищрений, фишек и возможностей, чтобы стать более эффективным и более результативным. Одна из самых мощных, одна из самых сильных и самых действенных методик заключается в том, чтобы исключить из своей жизни прерывания. Потому что поймите, у каждого из нас по 24 часа в сутках. Просто кто-то за это время успевает сделать больше, кто-то успевает сделать меньше, кто-то вообще ни хрена не успевает и не делает ничего. И если вам не хватает эффективности, если вам не хватает результативности, я уверен, что вы скорее всего склонны не заканчивать дела до конца. То есть начали какое-то дело, до конца его не довели, потом снова начали и так далее. Здесь тоже есть некая физиологическая очень важная закономерность. Во-первых, я считаю, что те, кто сейчас меня смотрит, в основном это люди, которые работают головой, либо работают душой, то есть люди творческие. Ну, вряд ли сейчас меня смотрят кто-то, занимающийся тяжелым физическим трудом. Но даже для человека, который занимается тяжелым физическим трудом, гораздо эффективнее делать работу от начала до конца, не останавливаясь на перерывы, перекуры и так далее. Перерывания надо делать, но надо и делать специально, ритмично и исключительно для отдыха, а не для того, чтобы ваш вопрос внимания переключился, например, с написания проекта на всплывший рекламный баннер ВКонтакте. Или вы увидели, что в скайпе кто-то вам привет написал, или вам поступило смска по ватсапу, или звонок в телефон, или подошел коллега и говорит, о, привет, смотри, я тебе сейчас расскажу офигительную вещь, там платит, цвет меняет. Не важно, кто вас отвлекает, не важно, что вас отвлекает, вас могут отвлекать другие люди, вас могут отвлекать другие люди через средства связи, через интернет, через телефон. Или вы можете отвлекаться на свои внутренние какие-то размышления, то есть садитесь работать работой, и вдруг бац, что-то вам вспомнилась, какая-то мысль, и вы начали ее обдумывать, или какое-то событие вы вспоминаете, или начинаете думать о чем угодно, но не о том, чем вы занимаетесь сейчас. Небольшая притча на эту тему. Я уже много раз рассказывал для тех из моих подписчиков, кто видит меня не первый раз, но будет повторение. А даже к великому гуру пришли ученики, говорят, гуру, ты такой великий, вот как ты вот умудряешься в свои годы так хорошо выглядеть, так хорошо себя чувствовать, и успеваешь делать гораздо больше, чем мы. А мы все люди молодые, как бы, у нас энергии должно быть больше, по идее. Им учитель говорит, ну понимаете, мои любимые ученики, я когда ем, я ем, я когда сплю, я сплю. Я когда трахаюсь, я трахаюсь. Они ему говорят, ну мы как бы тоже вроде бы, когда едим, едим, когда сидим, сидим, когда идем, идем. Он говорит, нет, разница между мной и вами в том, что вы, когда сидите, вы уже идете. Вы куда-то и идете, но вы мыслями уже в том месте, куда вы должны прийти. Вы никогда не находитесь в моменте здесь и сейчас. Другой пример. Другой пример чуть позже, а прямо сейчас еще одна вам, еще один кусочек информации к размышлению для обогащения вашей картины мира. Для того, чтобы достичь цели быстрее, нам необходимо либо найти более короткий путь к этой цели, ну вариант номер один, либо второй способ двигаться к этой цели быстрее. Логично? Либо мы находим более короткий путь, либо мы начинаем двигаться быстрее, чем двигаемся сейчас. И тогда мы быстрее достигнем той цели, той точки на карте, того положения вещей, которые мы хотим. Это понятно? То есть глобально ускорение результатов мы можем разлить на ускорение своего движения к этим результатам, либо на поиск какого-то хитрого короткого пути, чтобы оказаться быстрее, пройдя меньше расстояния и потратив меньше усилий. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь лайками или комментариями хоть как-нибудь, а то у меня и в ютубе чат завис, и в перископе чат завис, и на zinurov.ru тоже я не вижу никакой активности. А, вот, появились. Хорошо. О том, как находить более быстрые пути, у меня фактически целая книга, достигаторная халява называется, мы ее написали с Алисой Курамшиной, можете на зоне поискать. А о том, как ускоряться, как проходить быстрее, я сейчас вам рассказываю. Просто исключите прерывания. Чем бы вы ни занимались, какую бы работу вы ни выполняли, умственную, физическую или творческую, ваша скорость будет максимальной не с самого начала, как бы вы сильно этого не хотели. Вы можете быть очень сильно замотивированы, или наоборот, вы можете быть апатичны и уставши. Но, когда вы начинаете то или иное дело, вы никогда не находитесь на максимуме своей производительности, на максимуме своей продуктивности. Ваш процессор еще не разогнанный. Вы разгоняетесь в течение 20 минут беспрерывной работы. Беспрерывной. Вот только через 20 минут выполнения того или иного дела, вы выходите на максимум своей продуктивности. Ускорение свободного падения. Физика. Падают разные предметы с одинаковым ускорением. 9,8 метров в секунду. То есть, если я бросаю этот пульт, и он летит без прерывов в течение 3 секунд, то он у нас разгонится. Ну, у кого хорошо с математикой, тот посчитайте, насколько быстро он разгонится. Потому что он будет постоянно ускоряться в течение этих 3 секунд. Если же я эти 3 секунды буду всякий раз ловить и тут же отпускать, он будет падать не так быстро, потому что он не успеет так разогнаться, он не успеет набрать скорость. Когда ракету запускают в космос, 80% всего топлива, если мне память не изменяет, как мне инженеры рассказывали, тратится на то, чтобы ракета просто оторвалась от земли. Просто, чтобы она хотя бы на сантиметр поднялась над поверхностью земли. Преодолела тяготение. Потом она уже разгоняя, когда этот рубеж пройден, она уже дальше просто разгоняется. Но если она перестанет разгоняться, если инерция будет потеряна, ракета упадет и свалится. То же происходит у всех у нас в головах. То есть нам, еще раз подчеркну, на максимум своей производительности мы выходим только через 20 минут непрерывной деятельности. Поэтому я вам предлагаю в порядке эксперимента, проверьте мои слова. Или возьмите себя за правило. Когда работаете, работайте. Когда отдыхаете, отдыхайте. К отдыху это тоже относится. Если вы дергаетесь на отдыхе, возвращаетесь мыслями к своей не сделанной работе, делам, переживаниям, вы не отдохнете. То же самое, как со сном. Что работать надо без перерыва, ни на что не отвлекаясь. Также и отдыхать надо без перерыва, ни на что не отвлекаясь. Идеальный общий шаблон для людей, которые живут в городах, это примерно 50-55 минут непрерывной работы и потом 5-10 минут перерыв на отдых. Отдых-смена деятельности. Работаешь сидя, отдыхай стоя. Но так, что вот 55 минут работать, не отвлекаясь ни на что и ни на кого. Как не отвлекаться? Исключите внешние прерывания, выключите интернет, заблокируйте всплывающие баннеры на сайтах, в вашем айфоне, поставьте телефон на беззвучный режим. Если вы работаете в офисе, вас постоянно могут дергать коллеги. Кто работает в офисе, пожалуйста, напишите. Особенно, если это open space, такое пространство, где много-много людей сидят под одной крышей и часто собираются там возле кофейного аппарата, возле кулера, в курилке и ведут разговоры ни о чем. Очень сильно это мешает. Кстати, как вы думаете, почему коллеги приходят к вам, чтобы вас отвлечь чем-то не по работе? Ну, с целью экономии времени я сразу скажу, с одной только целью, для того, чтобы не работать самим. У нас люди, работающие что в офисе, что за прилавком, что на заводах, неважно где, не самые производительные, не самые производительные у нас в России, на территории всего постсоветского пространства, привычка работать. То есть из 8-часового рабочего дня, дай Боже, хотя бы один час чистого времени тратится реально на работу. Все остальное время это как раз раскачка, перекуры, размышления ни о чем, сворачивание бумажных журавликов, серфинг в интернете, разговоры не по делу. И когда человеку, работающему в офисе, скучно делать то, что он делает, ему нужно на что-то отвлечься, он может прийти к вам и обсудить какие-нибудь новости, потому что таким образом он имеет возможность не работать. Что в таком случае делать, чтобы с ним не портить отношения, и надо ему сказать, слушай, это очень интересно, но я сейчас просто писец как занят. Вот то, что ты говоришь так здорово, ну вот ты ко мне подойди после работы, я обсудим. Таким образом, вы прямо сейчас его от себя отошьете, а после работы не переживайте, он к вам никогда не подойдет, потому что истинная причина, почему люди дергают друг друга в офисах, не по работе, только для того, чтобы не работать самим. Вторая фишка, которая очень хорошо помогает для людей, которые работают в офисах или с другими людьми, это берете наушники, вставляете себе в уши, и все. Это действует как некая стена, как, не знаю, там, кольцо на пальце у мужчины, для девушек, которые смотрят, с кем знакомятся, а с кем нет. Как правило, вас оставляют в покое. При этом даже не обязательно, чтобы у вас в наушнике что-то шло, какая-то музыка или подкаст. Например, мой скачанный сайт изенуров.ру Вы можете просто тупо воткнуть в уши наушники, свободный конец сунуть себе в карман, и к вам будут приставать гораздо меньше. Что делать, если бы вас не отвлекали по работе? Можно так же сказать, что вот с трех до четырех, пожалуйста, я буду очень занят или занята, вы ко мне не приходите, и не звоните, и никак приходите, но только если что-то очень срочное. Как правило, люди довольно лояльно относятся к таким просьбам. Как тут он подсказывает мне в перископе, как вы относитесь к технике помидоров, наверное, имеется в виду программа Помодора. Есть такая программа Помодора, которая блокирует ваш компьютер на определенное время, через определенное время. Я к такой программе отношусь хорошо, она есть бесплатно, в интернете можете скачать, установить. То есть она вам принудительно будет блокировать комплект, на то время, которое вы задали, и ничего вы не сделаете, чтобы его разблокировать. Это за тем, чтобы вы не забывали отвлекаться на перерывы каждый час, и для того, чтобы вы, я как раз таки, зная, что у вас скоро компьютер заблокируется, вы не будете это время тратить на всякую раскачку и на прочую ерунду. То есть ваша продуктивность вырастет многократно. В итоге вы будете работать чистого времени меньше, но успевать будете больше. Потому что практически, ну ладно, не практически, но большинство тех задач, которые перед человеком стоят, которые он не может сделать неделями, месяцами, годами, он не делает не потому, что они сложные, а потому, что он просто никак не может тебе выделить час времени, чтобы выйти на максимум своей продуктивности. Когда вы разгоняетесь, и когда вот ты уже настолько увлечен этим делом, что тебе даже жалко бросать его, чтобы не потерять прогресс. У кого-нибудь было такое, когда вы что-то делали, вас так сильно прет, и вы даже не хотите останавливаться, не хотите прекращать. У вас в вашем опыте было такое, ну хоть когда-нибудь, хотя бы раз. Люди все здесь взрослые сидят, наверняка. Регулярно, да, 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 было хорошо, конечно. Вот наша задача, исключив прерывания, на высокой скорости закрывать все дела, которые перед нами стоят. То есть, у большинства есть такая расхожая фраза, у многих людей есть цель всей жизни, которую можно закрыть до конца рабочей недели. Ну или такой пример. Представьте, вспомните, что вам надо поехать в отпуск. У меня недавно клиентка в коучинге улетела в Индию, уже вернулась, и то время, которое вы сидите на чемоданах, когда вы знаете, что завтра вы улетаете, или что у вас сегодня вечером самолет, или что там в конце недели вы отправляетесь в путешествие. И вот помните, вот это вот предчемоданное состояние, в котором вы становитесь мегапродуктивны, вы сразу вспоминаете все вещи, которые вам необходимо сделать, и вы каким-то волшебным образом все их делаете, потому что вы знаете, что у вас есть жесткий дедлайн, что вы скоро свалите из этой страны или из этого города, у вас там цветы не политы, картины не куплены и так далее. У вас получается автоматически сосредоточиться на том, что важно, и не распыляться, не размазываться на всякое ненужное, потому что время ограничено. Но это другой способ ставить дедлайны. Важно. Сейчас же я хочу сказать, что просто исключите прерывания, и таким образом вы будете за меньшее время делать больше. Потому что если вы без перерыва больше 20 минут делаете то, что вы делаете, вы разгонитесь, вы разгоните свой мозг на максимум продуктивности. К примеру, если в начале работы вам необходимо принимать решение, вы принимаете решение со скоростью, там, одно решение за 15 минут, то уже через полчаса непрерывного принятия решения вы будете их принимать за 15 секунд. Вот считайте, что вы будете быстрее в 60 раз. Почему это происходит? Кому интересно, посмотрите физиологию мозга, это действительно интересно, но работает, даже если вы не знаете матчать, что называется. Поэтому я вам предлагаю полностью исключить прерывания на тот момент, когда вы работаете. Прерывания не только внешние, но и внутренние. Можете использовать программу Помодоро и еще одну такую вещь могу сказать полезную. Если вы работаете в интернете, а вы, скорее всего, что-то в интернете делаете, вот перед тем, как зайти в интернет, возьмите ручку, бумагу или карандашик с бумагой и запишите на бумагу те задачи, которые вы собираетесь в интернете решить. Например, проверить почту, ну, в принципе, что вы там еще можете делать, узнать, сколько стоят баклажаны, купить билет на самолет. То есть запишите те дела, которые вы хотите в интернете сделать. Потрудитесь это сделать на бумаге и после того, как вы зайдете в интернет, в левой руке держим бумагу, в правой руке мышку, один глаз в монитор, другой на бумажку. По списку все свои дела сделали, не отвлекаясь ни на что другое. Не так, чтобы сначала узнали цены на баклажаны, потом пошли смотреть комикс или новый ютуб ролик. Сначала сделайте все то, что вы запланировали, а уже потом делайте все, что хотите. Понятно ли вам то, что я сейчас рассказал, насколько для вас это ценно, насколько вы узнали себя, насколько ложится вам это на душу или в душу или на душу, есть ли какие-нибудь вопросы и самое главное, будете ли вы все это применять, пожалуйста, дайте мне обратную связь. Те, кто в перископе, могут давать обратную связь лайками. Те, кто на сайте zinuriv.ru пишите в чат, те, кто на ютубе, тоже могут писать в чат. Все понятно? Вопросов нет, да? Хорошо, спасибо вам. Так, очень ценно, буду применять. Ну, те, кто в марафоне, на самом деле, это для вас фоновое задание, первое, начиная с завтрашнего дня. Буду применять про 20 минут, не про 20 минут, 20 минут это минимум. Через 20 минут непрерывной деятельности ваш мозг выходит на максимальную продуктивность. То есть, я вам предлагаю не работать не отрывками по 20 минут, а отрывками там по 50 минут, без, не прерываясь ни на что. 50 минут отработали, потом пошли на перекур, на перерыв, на чай, на все что угодно. То есть, когда вы разгоняетесь, не теряйте скорость. Если вы сделаете перерыв там на 19 минуте, потом снова вернетесь к своей работе, вы еще 21 минуту будете только разгоняться. Ну, знаете, вот есть у автомобилей и у некоторых круиз-контроль, когда ты ставишь, когда ты разгоняешься, ставишь скорость там на 120 и все, и дальше он эту скорость держит. Вот у человеческого мозга этот период разгона до круиз-контроля 20 минут. Так, исключите из своей жизни прерывания. Одно это вам очень здорово поможет успевать быстрее за меньшее время и меньше тратить сил. Потому что, опять-таки, на разгон тратится не только время, на разгон тратится также много сил, много энергии, много ресурсов организма. усилий, внимания, здоровья и так далее. Больше информации можете найти на моем сайте zenurov.ru Будьте успешны, будьте счастливы. Пишите, звоните, кидайте на счет, обращайтесь, если что. С вами был Коуч Ильдар Зинуров, мой сайт zenurov.ru Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока. Перископерам и ставьте лайки.